Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз Нерушимый В эфире программа Союз Нерушимый. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Спустя две недели в 13 часов в пятницу мы снова вместе. Азиз Агаев и Владимир Смитанин. Здравствуйте. Азиз Алиевич, да, уже включайтесь все. Друзья, мы собрались за этим столом снова для того, чтобы поговорить о нашей культуре, о наших взаимоотношениях. Ну и сегодня у нас тема, которая у нас давно рождалась, да, и давно задумывалась. Она имеет абсолютно отношение к каждому из нас, вне зависимости... Да, ну, последствия нашего Нерушимого Союза, скажем так, да. И тема-то очень интересная. Я ее обозначил, вернее, мы ее обозначили следующим образом. Особенности воспитания детей в межнациональных и мононациональных семьях. Ну, я не знаю, кто у нас тут... А, ну, будем тебя интервьюировать с Володей. У тебя же мононациональная семья. Мононациональная. Да, да. А ты меня, у меня тоже... Нет, по-моему, все-таки... Нет, у нас есть мононациональная. Да, я вот родился в Дагестане. Да, в Дагестанской семье. Давайте представлять наших гостей. Да. Багир Шарифов, предприниматель... Нет, не так, не так. Известный Багир Багирович Шарифов. С приставкой джуниор можно. Младший. Ну, если он на джуниора похож, то тогда джуниор... Добрый день, просто добрый день, спасибо большое. Да, добрый день. Магомед Гайдаров, предприниматель, родившийся в дагестанской семье, родившийся в Дагестане и приехавший уже в наш город. И на семье Магомедович Назаров, предприниматель тоже. А член Ассоциации юристов России, вы на семье родились в азербайджанской семье. Да, добрый день. Да, соответственно. Ну, давайте как-то структурируем. Мы, безусловно, от самого рождения ребенка в каждой семье будем отталкиваться. Затем уже прививание ему как раз-таки национальных каких-то особенностей. Раз у нас мужчины собрались, то мы, безусловно, будем делать упор на каком-то мужском начале. Да, как оно формируется и как оно вообще становится в каждой семье. Да, я вот, в принципе-то у нас очень яркий представитель сегодня вот смешанных семей, Багир, да? Если к нему обратиться... Багир, не отмалчивайтесь. Да, и насколько на сегодняшний день, насколько Багир сегодня чувствует себя представителем смешанных семей по своему самоощущению, Багир? Вот где они вот эти вот, как бы, вот эти вот складывающиеся части личности? И нет ли конфликта? Есть конфликт сплошной. Есть. Действительно, конечно же, мне больше повезло, я родился на Камчатке, северный такой край, там совершенно абсолютно свой нрав и все прочее. Поэтому и всю последующую жизнь колесил Россию, весь Советский Союз, так скажем, в силу того, что отец был военный. Поэтому много где чего интересного видел. На вопрос, как это совмещается, у меня совмещается все. Мама русская и, ну, так скажем, православная ее вера и папа азербайджанин, если судить по дедушке, считаю колоссальным огромным преимуществом вот в этой ситуации. Именно, ну, понятие, знаете, такое, в хорошем смысле слова, совмещение, понимание, уровень, там, разума, мудрости, всех вещей, которые вызывают противоречия. Это национальность, вероисповедание и так далее и тому подобное. Это, считаю, огромным достоинством. Ну, вот у меня возникает вопрос такой, Багир, не было, например, связанных каких-то культурологических конфликтов в семье между папой и мамой? И как ты вот тут в этих ситуациях себя чувствовал? Ну, например, что такое культурологические конфликты? Ну, это что-то бытовое. Скажем, что папа хотел поесть пить, а мама скворила борщу, словно говоря. Или наоборот. Ну, или наоборот. Папа хотел борща, а мама сказала, нельзя. Да, мама сказала, что сегодня будем будешь шашлык готовить там. Ну, это же любовь, она сглаживает все противоречия, объединяет все достоинства и не создает никаких проблем. Я думаю, все эти вопросы решались уже, ну, мягко говоря, в вечернее время, там, в ночное, утром было... Мир и покой? Мир и покой, да. То есть ты не видел таких, как бы, моментов? Нет, нет, я не видел. Скажи, вот ты сказал, что это большое преимущество, а ты сам, вот, вот это преимущество, оно как проявилось? Вот, то есть, ну, помимо того, что ты сказал, что вот я, там, мудрости, там, и так далее, и так далее. Ну, вот, может быть, ты получил дополнительные модели поведения, или вот это преимущество проявлялось, там, в каком-то, ну, скажем, больше женственности мамы, или, там, в большей, там... Мужественности папы. Мужественности папы, не знаю, ну, я так, как бы, к примеру говорю. Я вообще как-то неловко себя чувствую, столько почести и внимания, поэтому, если можно, так сказать, вы мне дайте возможность спокойно общаться. Вреди в себя. На самом деле это все не так. Прям такие, фанфарово, моя часть, мне это немножко непривычно. Если говорить о конкретике, я думаю, что режим поиска компромиссов и понимания, вот я не говорю сейчас о толерантности, я не говорю, может быть, о любви, потому что это слишком будет высокопарно сказано, но вот подобный брак, как мне кажется, отражается на детях, вот таким образом он дает возможность всегда во всем находить иную сторону, не быть радикальным, либо фатальным настроенным в какую-то сторону человека, и всегда искать компромиссы, то есть цивилизованный, созидательный путь твоей жизни. Как-то так. Во всем. В бизнесе, в семье, в построении отношений, в взгляде на многие вещи, и политику, и экономику. Ну и должен сказать, что, конечно же, традиционно возникают вопросы, которые вызывают не просто противоречия, а, ну вот на слабо, а вот ты вот так или так, да? Например? Ну, например, вопрос вероисповедания. Как правило, у нас большинство на сегодняшний день людей, они радикально настроены в своей вере. Это не совсем правильно. Когда человек находится в ней в одной, он, может быть, что-то не видит со стороны. Когда человек знаком с несколькими культурами, верами, ценностями, он понимает их достоинства и в состоянии спокойно относиться, не радикально к чему-то другому, понимаете? Может быть, он видит больше объединяющего, чем разделяющего, да? Ну да, да, именно. Багир, ну можно это спрошу? Вы-то официально приобщены к какой-либо вере? Вот именно на такой вопрос нужно отвечать очень корректно, потому что сейчас, во-первых, нас слушают многие, так сказать, ну давайте поэкспериментировать, давайте представим себе, да, вот любой мой ответ на этот вопрос, он, мягко говоря, кем-то будет воспринят позитивно, кем-то не совсем. Кого-то обиден, да? Понимаете, вот я сейчас не пытаюсь, ну, как говорит молодёжь, юзать на попе, да? Я просто прямым текстом говорю, что я с огромным уважением. Вот смотрите, это важно. Отношусь к корням моей мамы, к корням моего отца. Я сам остаюсь достаточно нейтрален с точки зрения, ну, я не знаю, общественного мнения. И могу представить себе, что в моих жилах течёт, так сказать, кровь, она неотделима от сердца. И то, и другое, как вот мне задать вопрос, ты выбери маму или папу? Понимаете, вот мне кажется, это такой вот подход, который, ну, во-первых, жизнедеятельный, созидателен и открывает больше возможностей перед человеком. Он не замыкает его в чём-то и не делает его радикально. Вот это мировоззрение, вот эти позиции, она закладывалась родителями, это ли это черпалось? И то, и другое. И то, и другое. Из книг, из других источников? Нет, безусловно, это работа. Ну, традиционно, как бы это визуально и чтиво, и беседы. Вот порой даже с Азизалиевичем такие, так сказать, подробные причём. Знаете, это важно не просто прочитать, а именно изучить. А изучение – это диспут, это диалог, это споры, может быть, понимание. Вот, все способы хороши. Ну, давайте дадим слово и ещё нашим гостям, да, и на семье, и Магомеду, на семью. Расскажите о своей семье. Ну, я являюсь чистокровным азербайджанцем, я вырос и родился в Кировской области, в Верхнекамском районе. Собственно говоря, это, наверное, и послужило там предметом приглашения об особенностях… Ну, по фамилии не скажешь, что ты вообще азербайджанец. Назаров такая распространённая… Это русская фамилия, да? Вот. И, собственно говоря, вырос и родился в Верхнекамском районе. Скажи, вот, а в школе тебя не дразнили? На самом деле нет. Я долго, на самом деле, сам задумывался на эту тему. Сейчас общаюсь, да, с различными тоже национальностями, и ребята сейчас констатируют факт того, что как-то идёт усиление, вот, дразнить, не дразнить. Ведь может, ну, я ловился на мысли, что потому что родился на стыке, да, в 90-м году, когда ещё, вроде бы, и Советский Союз, как бы, и уже современная Россия, то, что всё-таки в Советском Союзе было, быть может, вообще отсутствовал, как таковой, я считаю, национальный вопрос, да, и было там уважение намного глубже друг к другу, вот. И на остаточных началах, быть может, на этой волне и отучились безболезненно. Меня вот восхищает твой русский, честно говоря, ты очень хорошо говоришь на русском языке, что они свойственны для многих наших земляков, ну, для большинства, скажем. Ну, вы имеете в виду, без акцента. Я имею в виду, без акцента, я имею в виду основная проблема, например, отсутствие рода в азербайджанском языке, который при изучении русского языка очень редко кто может, ну, вот, говорить без ошибок, употребляя роды русского языка. Да, ну, вот, на семи сегодня. Спасибо, Владимир Александрович. Дело-то в том, что это, наверное, обусловлено, быть может, не знаю, там, рождением, то, что в России родился, да, ну, я имел честь съездить там в Азербайджан, да. Быть может, то, что посещал там какие-то дополнительные секции, это по инициативе уже родителей, для того, чтобы там больше интегрироваться в эту культуру. А на азербайджанском ты говоришь? Да. Очень хорошо. А, собственно, вот, барьера такого не было никогда, да, на протяжении взросления? Вот я часто сам анализировал, вспоминал. Нет, быть может, из-за того, что все-таки там глубинка деревня, да, быть может, в отличие от коллеги Багирова Георгиевича, то, что ездил там по России, по Камчатским, да, там, значит, отец военнослужащий. То есть, у меня тоже отец военнослужащий, но привязан, то есть, был в одной территории, служил там, то есть, все-таки деревня, да, там, поселок городского типа и город, это разные уровни, разные взаимоотношения между людьми, там, быть может, еще это с этим связано. В детстве была какая-то компания, вот, что называется, братьев по крови или... Нет, на самом деле, вот я вспоминаю, вспоминаю, да, у нас в поселке жило несколько представителей, там, и армяне, и азербайджанцы, там, дагестанцы, мы не дружили так, что вот, как принято, там, мы, значит, своей кучкой, там, ребята свои. Нет, мы вполне там общались у меня, друзья с детства остались очень хорошие, иной религии люди, православные друзья есть, до сих пор мы с ними общаемся, и я их считаю всеми лучшими друзьями. Да, кстати, хочу уточнить, мы все присутствующие в этой студии, и отцы, и дети? Пока не отцы. Нет, на семье отец. Друзья Залевич, а где ваш сын? Где мой сын? Сын, где ты? Он есть. Я так понял, что Багир задает вопрос, почему здесь не присутствует. Ну, знаешь, двух Агаевых в одной передаче было бы очень, наверное... Было бы интересно послушать, что он думает о том, как вы о воспитании. Да я думаю, что Володя предоставит как-нибудь тебе такую возможность проинтервьюировать моего сына. Давайте к Магомеду еще обратимся, ваша семья Магомед. Я родился в Дагестане, вырос тоже там, школу закончил в Дагестане. По воле судьбы оказался в Кирове. Приезжал к нам учиться. Ну, отслужил, после армии приехал в Киров, встретил девушку, женился, создал семью и так и остался в Кирове. Девушка наша местная, да? Да. Жена русская, я из Дагестана. И как? Двое детей, ничего, все нормально, ладим. Как говорит Багир Багирович, главная любовь? Конечно. Она нивелирует, да, какие-то национальные уже особенности? Ну, нашли общий язык, все это как-то компромиссы и живем, все хорошо. Детей воспитываем. Детям сколько уже вашим? Я имею в виду возраст. Четыре и три. А на каком языке говоришь с детьми? Ну, я пытался вначале, когда первые годы на родном языке. Но потом понял, что нет смысла, потому что вокруг все по-другому. Или надо съездить в Дагестан с ними, там на лето хотя бы возить домой. Какой у тебя родной? Аварский. Аварский язык. Ну, для тех, кто не знает, это один из самых больших народностей. Многочисленных, да. Многочисленных народностей Дагестана, да. Скажи, пожалуйста, ну, наверное, ты периодически хочешь там национальные блюда кушать. И любовь этому помогает? Мы ездили домой, как бы, жена научилась готовить национальные, там, ну, не все, но пару таких козырных национальных блюд. Как бы, редко, но готовят. Понятно. Ну, то есть, этот вопрос решен. А ты сам любишь русскую кухню? Да, тоже много хороших блюд. У нас ведь тоже не все блюда там национальные. Тоже есть какие-то общие блюда. Ну да, смешение произошло, да, мы говорили об этом. Конечно, конечно, да. Такое ощущение, что в студии все любители покушать. Слушайте, а вот серьезно, кто-нибудь лезгинку умеет танцевать? Ну, наверное, Магомед точно умеет. Не, ну, я вот вас спрашиваю на вас. Смотри даже Анисалиевич. Анисалиевич танцевал 9 мая. Дайте мне вообще-то, я просто не знаю. Нет, ролик есть, видео, конечно. А остальные? Ну, дайте мне музыку, как вы? На свадьбу. Непрофессионально, но танцую. Так об этом и речь. А я могу и гопах тоже. Ну, вот видишь, у тебя преимущество, у тебя все-таки по маминой-то линии. Да. Вот это вот преимущество. Магомед, а ваши дети в детский сад уже, да? Да, уже ходят. То есть, круг общения, ну, местные наши дети, коренные, как взаимоотношения в детском саду складываются. Нет, ничего, никаких отличий. Они, как бы, у меня не такие, чтобы выдавались так, неярко выражены. Вот, все хорошо, нет никаких отличий. Мне бы еще хотелось все-таки спросить вот о таком событии, как рождение ребенка в семье. Вот, ну, понятно, что, да, у нас в русских там, ну, естественно, праздник. Ну, как праздник? Муж перед окнами роддом размахивает веником цветов и там потом вечером собирает друзей. А есть какие-то особенности вот празднования? Багира, а ты чем размахивал когда у тебя? Бентли по МКАДу с автоматом. Смелел в воздух. Ваших традициях. Багир Багирович, есть какие-то особенности на семье? В азербайджанской семье как празднуется рождение ребенка? Празднуется, наверное, здесь широко празднуется, мне еще не довелось, да, то есть, ну, я знаю, что собираются гости, да, также, то есть, встречают, это большое событие, там, вне зависимости, там, от того, девочка, мальчик, когда родился, там, то, что Всевышний послал, это, на самом деле, большой подарок к судьбе воспринимается. Собираются не только самые близкие, родные, если это делается в каких-то небольших, там, селениях, да, там, тогда приглашаются все, там, со дворов. То есть, готовятся национальные, там, блюда. Играет национальная музыка. Национальная музыка, определенные ритуалы, там, то есть... Особый вид риса, да, я здесь, товарищ, готовится? Плов. Плов, да, простите, да. Обязательно плов готовится, то есть, какие-то ритуальные моменты, то есть, ну, это такой же праздник. Ну, вот мегаполис, наверное, скрадывает все эти преимущества, которые, там, существуют в этом смысле. И люди далеки друг от друга, и территории, время, всё это немножко не так. Безусловно, вот правильно добавили то, что в городе, там, это один формат, там, в зависимости от уровня поселения, это меняется формат самого празднования. Но суть-то остаётся одна. Это остаётся праздник. Идея, мысль-то, она одна, да, всё-таки? А вот интересно, у кого была тема невесты на коняе, Азиз Олегович, у вас там была? Ну, как вот жену свою? На конями, да? Ну, как? Поясните, что мы имеем в виду? Что ты хочешь, Багира? Невесту, Азиз Олегович, приезжает на коня, берёт невесту, уезжает, ну, как это обычно. Нет, не так случается? Нет, я просто пришёл, взял невесту и ушёл. Ладно, а кто служил в армии, интересно, как есть ощущения там? Вот, насколько я знаю, у нас были ребята дагестанцы, достаточно дружные. Вот, ну, не простите, я не хочу никого обидеть, но вот, ну, не сравнить с москвичами. Вот это присутствует всё-таки, да? А в чём, в чём разница-то? Ну, очень плотно дружно держались друг за друга, всегда, мягко говоря, помогали. Там в каждой нации есть яркие представители, те, на которых хотелось бы всегда быть похожими, и наоборот, понимаете? Ну, вот там, где я служил, это были космические войска. Там у нас были ребята дагестанцы, они всегда делили всё, они всегда держались вместе и были достаточно такие... Замкнутые? Дружные, дружные. Замкнутые? Нет, дружные. Именно дружные. Они друг за другом спиной стояли. Москвичи, мягко говоря, не очень. Ну, есть такое, да, если можно. Есть такое, что, например, это, я считаю, там должно быть у каждого народного... Да, вот кировчане где-то встретились там за границей, должно быть там, чтобы они все были сплочённые. Также и дагестанцы, вот, где они за пределы Дагестана уезжают, там как-то стараются сплочённо себя вести. Вот, как бы, это, я считаю, норма, так и должно быть. Это на, не знаю, на подсознательном уровне, да, тяга? Ну, да. Одного человека к другому, если он, собственно, родственник. Да, да. Родившийся там на одной и той же земле. Да. Ну, и возникает такой вопрос. Если мы русские, я сейчас так скажу, потому что в паспорте у меня написано русские, я даже, ну, мягко говоря, не знаю в совершенстве язык. Если вообще все мы, русские, да, так себя сплочённо ведём за границей, почему мы не ведём так сплочённо себя на своей родине, вот в своей родине? Почему, мягко говоря, чаще мы, ну, даже не видим друг друга и не хотим, видим, и точнее даже празднуем все свои праздники, копим всё свои денежки где-то в отдельном месте, а большинство даже, ну, как бы, не обращает внимания на это. Вот очень странно, да? Вопрос, да. Не находите? Ну, философский вопрос. Безусловно, можно разбираться и долго дискутировать на эту тему, видимо. Я ещё вот хочу что узнать о особенности воспитания девочек и мальчиков в семье. Вот что закладывается в девочку, что в мальчика? Магомед, начинайте. Тем более для него сейчас актуально. Ну, с девочками, наверное, надо быть построже. С девочками построже? Да, чтобы не было потом стыдно за их поведение. А мальчики, они и с мальчиками, им всё уместно. Они, как бы... О, как интересно. Честно говоря. Я вот результаты исследований, как бы, читал, что на самом деле всё гораздо наоборот. То есть, ну, или совсем наоборот. Результаты эти исследований голосили так, что девочка, которую очень любит папа, и всё время эту любовь, ну, в любом виде выражает, в том числе и путём, там, какой-то строгости. Строгость в отношении девушки — это особенная девочке, особенная строгость. То есть, это не та строгость, которую, как бы, от слова можно просто от самого слова, от семантики этого слова вычерпать, а немножко, так сказать, другого вида. То эта девочка никогда не будет вести себя так, чтобы отцу было стыдно. Это, в первую очередь, в взаимоотношениях с мужчинами, да? Да, да, да. Потому что у этой девочки уже будет достаточно богатый, в прямом смысле, опыт взаимодействия с людьми, которые, значит, с мужчинами, которые любят её и к ней относятся там. И поэтому уже именно эти отношения у неё будут в стандартах, так сказать, отношений с другими представителями сильного пола. А если там чисто просто строгость, там, например, там... Ну, это вопрос дискуссионный, вот, но на самом деле вот так. А мужчина, мужчина... Или вот, например, есть другая теория, там, такая, которая тоже, там, исследованием подтверждается, что папа является примером для мальчика, но воспитывает мальчика и показывает ему, как жизнь по жизни мамы. И наоборот. А ещё такая практика, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. И они будут видеть и брать с вас пример как-то так, да? Например, в любом случае он, личный пример, он существует? Конечно. В первую очередь надо с себя начинать. Если ты что-то не то делаешь, ты ребёнку никак не объяснишь, почему ты это... Так пустят. Мальчик-мужчина может делать всё, что хочет, как-то вот я... Нет, может, я неправильно передаю... Нет, всё-таки рамки, безусловно, должны существовать. Но вот как в том же мужчине, в мальчике, уважительное отношение к девочке? Как он воспитывается? Да, давайте. Трое мужчин сидят. Всегда, так сказать, закладываются. Я не думаю, что это имеет отношение к конкретной диаспоре, национальности. Это вообще имеет отношение к жизни. Здравомыслящий нормальный отец всегда сыну говорит, что нужно обязательно помогать слабым, уважать, так сказать, пожилых. И, соответственно, девочка. Она девочка. Я сыну говорю всегда, если у них возникает с мамой вопрос, слушай, она девочка, ты о чём? Ну, правда, у меня 14 лет, он выше, больше и тяжелее меня. Но всё равно я ему объясняю, эта девочка. Если у него возникают какие-то вопросы, я говорю, ты посмотри, это или младше тебя, или... Ну, я всегда говорю ему, что он должен относиться разумно и мудро. Это значит, что человек либо тебя слабее, либо тебя младше, либо тебя... Ну, либо ты умнее, ну, как-то так. Ну, ты всегда должен, ну, вот, разум и мудрость в первую очередь взвешивать в своих поступках. А уж не говорю о девочках, тут даже... Мне кажется, тут говорить не надо, человек видит, сам всё понимает. Ну, я вот не знаю, но в исламской культуре делится несколько, да? То есть всё-таки мама – это мама, это вершина, как бы, это вообще отношение... Ну, не знаю, ну, как бы... Ну, как говорится, что путь в рай лежит, значит, под пятками мамы. То есть, вот, так сказать, это вот отношение. Ну, соответственно, к другим представителям женского пола, там, сестра, там, или ещё кто-то, там уже, так сказать, защита, да, и всяческая помощь, возникновение. Кстати, на семье у тебя есть сестра? Да, есть. Есть? Сколько ей лет? Постарше меня на пару лет двадцать шесть. Понятно. Замуж вышла уже? Ну, скоро, наверное, выйдет. Скоро, наверное. Я, если позволите, добавлю, вот... Миньте девушки, не торопитесь. Правильно вы сказали, Сергей Ильич, рай находится под ногами матерей, да, есть такое выражение. По воспитанию хотел бы добавить то, что, правильно, и Магомед заметил, да, то, что вообще в восточных там семьях, я считаю, там идёт, в принципе, одна линия выдерживается воспитания мужчин, там, мальчиков и девочек, да, то есть к девушкам, я считаю, тоже соглашусь, безусловно, построже отношения, потому что и много нельзя, что нам, мальчикам, можно. Вот. Например? Одеваться нужно в определённой манере, посещать определённый круг мероприятий нельзя им, то есть определённые там действия, да, нельзя совершать, то есть там поскромнее себя вести. Но это не новое, это, собственно, не новое, это, наверное, все знают. Но понятие построже тоже, вот оно имеет определённую специфику. Запрещать... Багир Багирович, давайте раскроем... Я вот в добавлении, запрещать всё же, это вызывать обратную реакцию, да? Реклама перерыв должен быть, да. Можем об этом продолжить после пауза небольшой. Запомни свою мысль. Да, да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Продолжается передача «Союз нерушимый», да, мы на самом деле в перерыве ещё. Продолжаем говорить с нашими гостями, Багир Шарифов, Магомед Гайдаров и Насимин Назаров. Про строгость там до перерыва хотели раскрыть это понятие, да, Насимин. Да, я хотел дозакончить мысль. Я, значит, начал говорить о том, что, ну, воспитание, да, и хотел оговориться то, что само воспитание там, на самом деле, вот как раз у нас тема, да, там, то, что мы находимся в России, оно, на самом деле, немного изменилось и интегрировалось ввиду доступности там различных телекоммуникационных связей там, интернета и прочего. И те ценности, те, вот сейчас в перерыве коллеги заметили правильно, запреты, они вызывают больше интерес, если находясь там в каком-то замкнутом пространстве, там, в других местностях, у них нет возможности. То есть здесь в интернет залезли, почитали, что происходит там, куда нельзя, да, вызывается больше интерес, и на самом деле, быть может, те посылы, те утверждения родителей, которые ранее были даны, они не всегда срабатывают. И вот в этом возникает серьёзная сложность воспитания. Я вот пример хочу привести у меня товарищ один, у него вот дочка, как бы, и он воспитывал её правильно, в строгости, в любви там, и в чём хотите. Ну, вот в школе она училась с другими детьми, и приходит время, когда дети начинают пить пиво. Что это за время такое, подростковый возраст? Ну, я не знаю, что за время, у каждого своё время. Приходит время пить пиво. Ну, лет 35, наверное. Ну, я не знаю, короче. Вот они, значит, собираются пробовать. Поймите, когда это делается просто так в группе, то там совсем другие мотивы срабатывают. И что делает этот отец? Он берёт эту бутылку пива, приходит домой и наливает, и своей дочке говорит, я хочу, чтобы ты попробовала это при мне. Потому что не будет вот того психологического давления, когда ты должна будешь сказать, о, кайф. То есть ты попробуешь и своё отношение выработаешь. И дальше тот кайф, который испытывают в групповых выпивках пива, ты не будешь совершенно испытывать, потому что ты будешь точно знать, что это такое. И действительно так и происходит. А вам не кажется, что таким образом он дал возможность, провоцировал на пробование алкоголя вот первый раз? Может быть, она ещё лет 10 не пробовала бы совсем. Ну, от того, что там два гладка сделали, как бы, и попробовали, это не провокация совершенно, это наоборот. Вот, как бы, вот, и эта девушка не пьёт сегодня. Она не пьёт, ей не интересно это. Она поняла, что это... Сегодня вечером. Причём не поддалась даже тому давлению. Все радиослушатели приходят домой с бутылкой пива. И своим битям наливают. Нет, я не про это. Азиз Ильевич. Я не про это, я про, как бы, взрослого человека, который уже начинает чего-то, хочет какие-то шаги делать. Мы несем ответственность за то, какие шаги делают наши дети. И каждый раз мы должны выбирать методы, подходящие к нашим детям, чтобы они в конечном итоге... Наша-то цель какая? В любой культуре. Чтобы в конечном итоге наши дети без нас делали правильные шаги. С нами-то они всегда сделают правильные шаги. А сделают ли они без нас правильные шаги? Вот, что самое главное. Ещё бы хотел упомянуть о воспитании отношения к взрослым, да, к старшим. Это очень важный вопрос. В принципе, любой человек, который старше на год, на два, уже имеет больше авторитет. Либо речь идёт уже со всех каких-то пожилых уже людях. Вот что для Магомеда, как у вас называют старейшин? Аксакалы. Вот аксакалы, да. Ну, точно так же, я так понимаю, и у азербайджанцев тоже называют. Ну, это уже люди, достигшие определённого возраста, да? И у вас Камчедала в Багире тоже. Это люди определённого возраста, да, уже? Да. То есть буквальный перевод. Белая борода. Да. Вот его роль. Мудрые люди. Они, у них спрашивают совета, напутствие у них берут. Они подсказывают молодёжи, как нужно себя вести, как правильно поступить. И их уважают, взрослых людей. Ну, среди дагестанцев, которые живут в Кирове, да. Кто в Кировской области, среди дагестанцев считается Аксакалыу? Кому вы обращаетесь за напутствием, за советом, там? Если это можно, как бы... Ну, не знаю, если честно, нет такого. Нет такого? А мне казалось, что есть какой-то совет старейшин, или что-то официально. Представитель диаспоры имеете? Ну, возможно, да. Есть Абдуллахид, Шабанов. А у вас, когда возникают какие-то сложные ситуации, вы кому за советами идёте? Или уже... Или старшие, там уже родственники какие-нибудь. Уже сам с собой как-то справляются. То есть уже Аксакалы не нужны? Да. Вообще-то важный институт такой, достаточно сильный. И он сложился, это, собственно, исторически ведь... А если вы что-то делаете, Магомед, и вдруг выходит этот человек, которого вы можете не считаете Аксакалом, но старше вас, и говорит, Магомед, ты не прав. Что ты делаешь в этой ситуации? Что-то останавливаешься. Ну, да, послушайте. Хоть тебе и хочется сделать, но ты говоришь, ладно, Аксакал, я там уважаю тебя, поэтому я не буду делать. Ну, останавливаюсь. Или там, если очень хочется, где его нету, где-нибудь в стороне. Вот это вот, честно признал же, Барри. Айдануй его, да, сделай его по-своему. На семье. На семье, да, возникает, так как потребность иногда. Наверное, возникает. В совете старшего. Конечно, наверное, как и у любого там нормального человека возникает. Но я хотел бы добавить то, что данные там советы, да, у нас тоже в Кировской области есть. В силу того, что у нас многонациональная все-таки территория и страна многонациональная. Вот эти советы существуют, но они сейчас приобрели такую форму там некого объединения скорее, да, и сохранение, наверное, культур, быть может, решения возникающих изредка, сейчас, слава Богу, у нас вроде национальных таких конфликтов, я не слышал, что бывает. Но в случае возникших каких-то проблемных ситуаций, именно вот эти институты, они служат некими там передатчиками информации, согласовывания там дорожных карт, не знаю, как это назвать. Мне в случае там необходимости, наверное, совета там, ну, для меня вот Аксакал, как сказал Дисанин Ильич, отец был, есть, остаётся, да, там, мои родственники находятся достаточно далеко, я не всегда имею возможность с ними контактировать. А так, конечно, мои старшие товарищи, коллеги, православные мои коллеги, там, 40-50-летние, я всегда к ним обращаюсь, прошу совета, они мне очень помогают, поддерживают в этом вопросе. Поэтому это возвращаясь к тому, что не обязательно, может, там, как Аксакалам, да, там, своей нации. Почему? Умный человек, он умён-то, вне зависимости там от религии или вероисповедания, наверное, от жизненного опыта, от пройденного пути. Поэтому вот такая позиция. Так мы говорим. Багир, у вас ещё есть, как все верно, потребность в советах, в разговорах? Уже, мягко говоря, наоборот, поскольку всё чаще уже... Уже у самого борода побелела, я смотрю. Всё чаще... Гладко выбрита. Да. Всё чаще, всё чаще какие-то, ну вот, вещи приходится самому объяснять. То есть чаще обращаются ко мне. И мне, если, честно сказать, особо обратиться было некуда, ну, конечно, отец, ну, конечно, вот институт такой вот старейшин, к сожалению, вот было бы здорово, если бы его поддерживало общественное оплату, общественное объединение. И он создавался бы диаспорами, но его нет, он не работает. А это крайне важный инструмент. У меня, к сожалению, ввиду того, в силу того, что там путешествовал по всей стране, стабильно вот одного канала обращения не было. Поэтому черпал из книг, черпал из мудрости, а сейчас вот наоборот, если нужен совет, большей частью ты думаешь о том, что посоветовать человеку. А это уже, знаете ли, ну, наверное, жизненный опыт. И та же мудрость и разум. Повторю, вот акцент сделаю. Потому что хитрость есть проявление ума. То есть сам по себе ум, он как бы имеет значение, но с точки зрения жизни, наверное, разум – это что-то большее, что даёт возможность тебе уже давать выбирать. И ещё последнее про строгость. Запреты, ну да, это крайне редко. Но вот делаю вывод из своей жизни. Они никогда не работают, вызывают интерес. Нужно объяснять самому, так сказать, показывать примером, объяснять ту причину, следственную связь, чтобы человек понимал это. Поскольку, как Вы правильно сказали, если нас не будет рядом, вот эти запреты, они сразу уйдут, человеку будет всё возможное. Совершенно верно. И он не будет понимать своим сознанием. Дело не в напитках, а именно во внутреннем стержне. Я хочу спросить, Багир, тебя вот о чём… Остается буквально минута. Да. Ты считаешь, что вот эти советы старейшин, они должны в каждый день присоздаваться? Или нам нужно, как бы, учитывая, что мы в многокультурной области живём… Какой-то меж-меж, да? Да, что нужно, как бы, совет старейшин создать единый… Да, считаю, но проблема в том, что создавать их целенаправленно не всегда возможно. Они должны рождаться естественным образом. То есть авторитет, ты ведь его не навяжешь. Это то же самое, что страх. Это неуважение. Поэтому есть эти люди. Но этих людей нужно немножко, так сказать, выделять, может быть, а не создавать заново. Потому что это то же самое, что там политическая профанация и так далее. Просто не все их знают. А поддерживать их и подпитывать, конечно, должно. В том числе и государство. Потому что это элементарные, там, безопасные методы управления, как минимум. Понятно. Завершается время передачи. Очередной передачи «Союз нерешимый». Спасибо гостям. Багир Шарифов, Магомед Сагайдаров, Инна Семеназаров. Всем счастья в семье, здоровья детям и родителям, и Аксакалам, и любви, конечно, к любви. Много-много-много. И мира. Азиз Агаев. И Владимир Смитальев. Всего доброго. И наши гости. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.